Школа безопасности для ивановских ребят. Мероприятие с таким названием провели во вторник у школы номер 41. Его участниками стали полсотни школьников, которым предстояло показать уровень своей физической подготовки и отработать навыки выживания в сложных условиях и спасения людей. Здесь одним из этапов соревнований проходит оказание медицинской помощи при переломах, каких-то кровотечениях, остановок кровотечений, ушибах и так далее. То есть и оказание также проходит участники. Один из этапов есть – это пожарные эстафеты. Основной этап испытания ребят ждал в лесу на территории парка Харинка. Здесь провели эстафету под названием «Маршрут выживания», который состоял из нескольких этапов – преодоление пресеченной местности, бросание спасательного круга на точность и дальность переправа. Для соревнований используется специальное снаряжение. Обычно ребята очень так заинтересованы, особенно им нравится на маршруте выживание. Это непростой этап, но он такой интересный, необычный. То есть редко встречается в других видах соревнований обычных, да, вот таких спортивных эстафетах. Потому что это чисто спасательские навыки требуются, ну и снаряжение чисто спасательское требуется. И ребята вот этому предварительно обучаются. У нас бывает мастер-класс перед соревнованием. Но основная масса команд, они участвуют постоянно. Но каждый раз, это очень отрадно, у нас приходят новые школы, новые отряды. Один из этапов предполагал работу в зоне условно-техногенной катастрофы. Здесь стояла задача не только правильно применить средства химзащиты, но и найти в опасной зоне условно пораженный предмет и обезвредить его. Ну и что самое сложное, это полоса препятствий. То есть, когда вы убегаете в лес, там самое главное не заблудиться и помогать своим товарищам. Эти соревнования являются муниципальными. У команды-победительницы еще будет шанс показать себя, но уже на уровне области. Подготовиться еще есть время. Региональные соревнования пройдут в мае 2019 года. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.